Начальник агропромышленного комплекса Гагаузии Сергей Брешим отметил, что в этом году из-за гидрологической засухи пострадало более 55 тысяч гектар первой и второй группы культур. По первой группе из них это 22 тысячи, включая пшеницу, рапс и 23 тысячи, где-то 300 гектаров. Вторая группа из них кукурузы, посеяно было по Гагузии 11 тысяч 500 гектаров, пострадало 6 тысяч практически на 80%. Это что касается кукурузы. А остальных подсолнух, включая там немножко лен, сорга, и подсолнух пострадал где-то на 60-70%. Да, к сожалению, гидрологическая засуха, третий год подряд, у меня есть здесь выпавшие осадки, в этом году выпало только 240 мм. Из годовых 450, это 500 мм. Председатель комиссии по вопросам сельского хозяйства Народного собрания Гагаузии Валерий Монастырлы предложил в данной ситуации обратиться за помощью к странам, ранее оказывающим Гагаузии помощь. Один из вариантов хотелось бы озвучить и обратиться в Россию, в Турцию, в Евросоюз за помощью, чтобы оказали помощь, как это было ранее, еще в прошлом СОЗУБе была оказана помощь. Правильно вы говорите, должна обратиться к Турецкой Республике, Российской Федерации и Европейскому Союзу. Но мы в первую очередь должны обратиться к нашему руководству. Я хочу предложить управлению сельского хозяйства обзвонить, направить приглашение на этой неделе собрать всех фермеров в Гагаузии, в ДК Хамратов и обсудить ситуацию. Потому что я со всеми, с кем разговариваю, у всех патовая ситуация. Отсутствие осадков и высокие температуры этим летом наблюдались по всей территории Республики Молдова. В нескольких регионах страны это привело к засухе. Высохли колодцы, а в реках и озерах уровень воды значительно упал. В таких условиях агрария страны должны адаптировать отрасль к меняющемуся климату, отметил глава ведомства. Озера мы видим, что на 50-60% высоты, к сожалению. Что имеем, то имеем. Гидравлогическое завтра, третий год. Какой выход из положения? Первое, считаю, что мы должны адаптироваться к климату и практически бежать впереди поезда. В этом году посеялись 980 гектаров сорга. Из года в год в два раза больше посевы растут. Плюс мы рекомендовали посеять чечевицу. Это боговая культура, которая выдерживает сильнейшую засуху и достаточно 200 мл отсадков в год, как сегодня мы имеем. Она сеется в феврале месяце, то есть ее можно заменить практически яровым месяцем. В нем выдерживают заморозки до минус 5, до минус 7 градусов. Мы работаем в этом направлении. И после этого хотим хотя бы в фазе пилотного проекта, хотя бы чтобы по грузе появилось 100-200 гектаров, и уже чтобы те остальные фермеры могли рефицировать этот опыт дальше. Еще одна культура, которая заслуживает внимания, является техническая конопля. Вопросы адаптации к культур к климату обсуждались и на уровне Министерства сельского хозяйства, отметил Сергей Брешим. Почему конопля выданная? В соседней Румынии 30 тысяч гектаров под коноплей. Вторая страна в мире после Китая по производству коноплей. 150 видов продукции можно делать из коноплей. Также начальник службы АПК отметил, что ранее в каждом населенном пункте были созданы комиссии, собрана информация по пострадавшим культурам и отправлена в Министерство сельского хозяйства страны для дальнейшего анализа. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Артем Топал, Грт Новости.